Вот, теперь путь развития человека, мужской и женский путь. Это важная очень тема, потому что у нас заканчивается лекция, да, уже? 9 часов заканчивается, да? А? 20 минут осталось. Вкратце мужской и женский путь, вкратце. Вот смотрите, мои хорошие. Мужчина должен сначала включить в себя волевую силу. Вот мужской путь означает сила воли, запомните это. То есть сила воли включается легче всего через движение. Вот самое лучшее в мужчине начать свое развитие в спортзале. Это самое спокойное и лучшее. Начни в спортзал ходить, но делай то, что тебе нравится. Нравится бороться, борись. Нравится в грушу пить, бей. Нравится, допустим, штанку поднимать, поднимай. Нравится прыгать, прыгать. Нравится бегать, бегай. Ну то есть включай волевые силы. Нравится волейбол играть, играй. Ну то есть делай то, что нравится. Начинай с этого. Что, мои хорошие, что за движение? Все нормально? Ну то есть мужчина начинает свое развитие с волевой деятельности. Запомните все мужчины этот факт. Если у вас воли нет, вы не можете себя заставить двигаться, значит тогда ничего хорошего не будет в вашей жизни. Как это определить, что у меня не включена воля? Это означает, что вы не можете заставить себя бросить вредные привычки, не можете заставить себя удержаться на работе, не можете заставить себя терпеть женщину и так далее. То есть, ну как бы все тяжело, все через силу. Хочется выпить, хочется закурить, хочется отваляться где-нибудь там, напиться, отвиснуть. Вот, это значит, что волевой фактор не включен и вы не сможете нормально жить. Выход в спортзал, выход в пробежки, прогулки, закаливание. Вот это выход для мужчины. То есть, вот это надо включать, когда ты почувствуешь, что дальше можно двигаться. Ты чувствуешь, что тебе в принципе в жизни все нормально. Тебе можно бросить то, бросить это, сделать то, сделать это. Ты уже чувствуешь, что ты как-то нормально справляешься с собой. Следующий этап жизни для мужчины. Вот это прошло, ты с собой справляешься. Следующий этап жизни это обеты. Что такое обеты? Это маленькие, себе ставишь цели какие-то. Вставать всегда раньше, ложиться раньше. Это называется чуть-чуть, не сильно, чуть-чуть. Обеты большие нельзя ставить, чуть-чуть. Начинаешь каждый день чуть-чуть раньше вставать, раньше ложиться. Допустим, бросаю чуть-чуть мяса. Ну что значит чуть-чуть бросить мясо? Ну значит красное мясо не ем, ем только рыбу там, креветки красное мясо не ем. Все. Чуть-чуть допустим еще, чуть-чуть бросаю курить там. Курю меньше на одну сигарету и так далее. Пошел ставить обеты перед собой. Чем больше обеты ставить, тем больше ответственности. Ответственность это энергия красоты мужчины. Чем больше у мужчины ответственности, тем больше сразу двух вещей происходит. Первое. Сразу обращать внимание на работе. Хотят развивать, продвигать. Второе. Девушки обращают внимание. Можно жениться. Все. Видите? Третий этап развития мужчины, это уже этот этап называется процесс познания. То есть мужчина начинает изучать в целом глубину, цель человеческой жизни. Как жить, как развиваться. Священное писание, молитва. И все. И дальше уже все. Ну то есть три этапа развития мужчины. На первом этапе мужчина находит себе работу, он просто в спортзал пошел, уже как-то с работой решилось все. На втором этапе он выбросает, он на втором этапе получает способность снимать с себя напряжение. Потому что главная проблема в жизни мужчины это психическое напряжение. Все люди страдают от перенапряжения. Это мужчины. Это означает, трудно ложиться спать вечером, хочется вредно или закурить, или выпить, или погулять. Ну как-то снять с себя напряжение. То есть он не отдает себе отчета, что это напряжение, думает, что вот просто надо, что-то надо, а не понимает, что это напряжение. На втором этапе, когда мужчина начал ставить обеты перед собой, начал вести здоровый образ жизни, напряжение до свидания, вредные привычки до свидания, человек чувствует себя свободным, он чувствует, что у него все нормально в жизни. И на третьем этапе, и на втором этапе, когда вот эти вредные привычки прошли, мужчина начинает уже чувствовать, что где ему работать лучше, у него появляется уже процесс развития деятельности, у него все начинает получаться. На третьем этапе мужчина развивается, у него разум крепнет, он начинает мудрость жизни понимать, у него счастье приходит в жизни. На третьем этапе, любимое дело, там, любимый человек, ну как бы все наложится. У женщины тоже есть три этапа. Первый этап всегда один и тот же у женщины. Называется личная жизнь. Понимаете? Ни работа, ни учеба, ни там другая страна. Нет. Личная жизнь не означает замуж у женщины. Личная жизнь не означает замуж. Личная жизнь у женщины означает учиться по-доброму относиться к людям. Учиться дружить с девушками. Учиться уважать парней. Учиться быть вместе. Учиться заботиться о всех. Учиться готовить, учиться служить, учиться всех любить. Вот это личная жизнь. Личная жизнь не означает замуж, вот личная жизнь. Личная жизнь не означает женский способ существования. Женский способ существования означает дружить, любить. Близкие отношения строить. Близкие отношения. Это не работа. На работе нет близких отношений. близкие отношения с подружками, с друзьями, в храме там где-то. Вот женщина должна строить личную жизнь. Что делать с работой? Ничего не делать с работой, просто не надо об этом сильно много думать во своей работе. Типа надо повышать ставки на работу, там надо больше работать, надо учиться там, надо развиваться, надо менять работу, надо еще что-то. Ничего не надо. Работай где работаешь, включайся в личную жизнь. Учись дружить, учись любить, учись заботиться, учись работать над собой. Все. Первый этап прошел, у тебя много подружек, у тебя хорошее настроение, ты всех любишь, у тебя хорошая жизнь. Второй этап означает для женщины это здоровье. Вот ты начала дружить со всеми, всех любишь, дальше включайся в работу над собой. Означает зарядки, пробежки, прогонки там, режим дня. То есть начинаю работать над собой, отладь свою жизнь в целом. Второй этап прошел, замуж, сразу как только отладила женщина жизнь, начала всех любить, она стала красивой сразу. Мужики все падают вокруг, она создает проблемы в обществе, какие проблемы. Все ее любят, все от нее что-то хотят, Олег Геннадьевич у нее проблемы, я не знаю кого выбрать, выйти замуж за кого, у меня три кандидата, я страдаю, помогите. Вот такие проблемы у меня возникают уже. Вот, ну хорошо, Олег Геннадьевич помог, выбрал, конечно непонятно почему он его выбрал, я думал этот, оказался этот. Ну это всегда так, потому что ты же думаешь, что это, а на самом деле не это. Вот, это же всегда так заманивает судьба в ловушке всегда. Ну выбрал, значит, начала жить семейной жизнью, у тебя какая-то работа есть, ты там не паришься, ничего, родила ребенка, вот, вложилась в ребенка, вложилась во второго, и потом дальше работать сколько хочешь. Вот работа только после этого начинается, потому что, если ты работа раньше началась, значит, у тебя не будет ни личной жизни, ни детей, ни здоровья, ничего. Понимаете, потому что женщина пошла не своим путем, и она, ну, начинает о жизни, личной жизни думать 30 лет. А надо в какой, на сколько думать о личной жизни, 15, 16, когда можно рожать, как из пулемета, понимаете. То есть, отражала, ну, допустим, до 25 лет, подняла детей чуть-чуть, и дальше развивайся, иди в институт, там, учись, там, развивайся, и так далее. Ну, если как бы не согласна со мной, ну, отучись в институте, там, до 25, и дальше задумайся о личной жизни, иначе потом будешь костями греметь, и думать, когда же замуж, Олег Геннадьевич, когда мне замуж? Ну, что-то училась всю жизнь, когда работала, когда замуж, детей хочу родить, 50 лет, можно ли, Олег Геннадьевич? Можно, конечно, можно, почему-нибудь все. Я, конечно, все не так говорю, как хотелось бы попросить. Я говорю, как есть. Ладно. В целом, как бы мы с вами все изучаем. Работа не початый край. Вот, поэтому Завтра будем побеждать судьбу, а сегодня Чего по лекции непонятно, вот, я Что-то вам объяснил. Систематически пытался понять, как развиваться, Да, сегодня лекция по развитию. Если хотите глубже, то надо слушать больше лекций, Я подробно разбираю темы какие-то. У нас в целом есть еще два способа слушать лекции. Рассказать вам они? Первый способ называется онлайн-благость. Вот я им говорю про мои лекции, потому что у нас Еще онлайн, даже здесь и кураторы есть, которые Развивают моих друзей, лекторов разных, которые Как бы на нашей площадке разбираются, развиваются. Но если говорить про мои лекции, то есть еще Как бы онлайн-благость. Раз в две недели я читаю углубленные лекции по Разным темам. Это онлайн записывается через клуб-благость. Можно дома слушать, можно приходить в клуб-благость слушать. Вот это для вашего развития уже углубленное. Детализованное изучение каждой темы. Раз в две недели. Второй вариант тоже раз в две недели. То есть другие. Вот сейчас у меня был вот второй вариант. Сегодня. Что было? Я читаю лекцию и потом неделю с вами работают мои помощники. Они вам все рассказывают по этой лекции. Разный практикум. И каждого человека ведет свой куратор. Вот. Эту лекцию, вот сейчас я читаю эту тему. Это называется такой практикум семейной жизни. Эту тему мы читаем вместе с женой. Вот семейная жизнь, практику. Моя жена. Я сижу и мы вместе с ней разговариваем. Вы как бы оплачиваете обучение и слушаете лекции субботы-воскресенья. Всего две лекции в неделю. Мои. С 11 часов до 2. Вот сегодня я вторую лекцию читаю. И потом всю неделю вы работаете с кураторами. В свободное время, когда у вас есть время, вы с ними общаетесь, решаете все вопросы. Такая. Для тех, кто серьезно хочет развиваться. Если как бы вы вот до этих двух вариантов не дозрели, тогда в интернет куча просто лекций в YouTube. Лучше всего слушать так. Тему забивайте прямо. Допустим, хочу понять обязанности жены. И дальше куча лекций моих по обязанностям жены. Послушали обязанности мужа, послушали. Дальше двигайтесь по здоровью. Тоже куча лекций послушали. Ну то есть просто забывайте лекции, ищите в интернете. Все в свободном скачании. Но не думайте, что вы все поняли вот сейчас. И вы сможете уже все делать. Развивайте, изучайте дальше. Темы все углубляются, углубляются, углубляются. Это нужно образование серьезное, чтобы разобраться во всем. Ваши вопросы? По лекции. Да? Мужчины, конечно, под дубом там. Дуб и каким еще. Я шучу. Мужчины, это те же самые деревья. Есть разные деревья. Например, липа, она расслабляет всех. Это дерево успокаивает нервную систему. Тополь, это дерево, оно дает такую легкую энергию, охлаждает человека. Тополь, береза и ива подходят женщинам для зачатия детей, гормональные функции улучшают. Если, допустим, клён, дуб и ясень хорошо лечат позвоночник, суставы и дают человеку твердость духа, крепость такую психическую, укрепляют его. Хвойные деревья улучшают иммунитет, лечат злокачественные опухоли, там, как бы, дают силу человеку, хвойные деревья. Вот, допустим, все деревья по-разному действуют, выбирай то, что тебе подходит. Встал в дерево, чувствуешь что-то неприятно, выбери другое. Ну, постепенно там одно, два, второе, третье, ощущение легко можно понять. Встал в дерево, чувствуешь спокойствие, лёгкость, радость такую, тебя расслабляет. Ну, и стой возле него теперь. Всё. Вот, навскидку, вам клён подходит. Ещё по лекции вопрос какой. Ну, вот, девушка там. Нужновато здесь, да, Неважим? А, нормально? Ну, слава. Я очень рад. Как, как мужа изменить, да? Для того, чтобы изменить мужа, нужно сначала молиться, молиться, молиться и перестать хотеть его менять. Да, всё, вот, просто почувствуйте, что вы ничего не хотите уже его менять. Всё, он и так нормальный, всё, пусть живёт, как живёт. Вы почувствуете такое ощущение, сразу же он начнёт меняться, потому что это ощущение, садитесь, это ощущение, хороший очень вопрос. Это ощущение, которое вы почувствуете, называется доброта. Что такое доброта, это значит, ваша сила сильнее его силы, плохой. То есть, вы по-доброму к нему относитесь, думаете, всё будет хорошо. Не надо уже его менять, вдохновлять. И как только ваша доброта пойдёт к нему, к вашей жизни, он начнёт от вас сразу же вдохновляться. Он от вас будет чувствовать, что вы хороший человек, уважать вас, любить будет. И через вас, как вот ребёнок с молоком матери впитывает всё хорошее, он тоже начнёт через вашу доброту впитывать всё хорошее. Изменения начнут происходить очень быстро, сами собой. Вот так его можно вдохновить. Надо переварить свою судьбу в человеке. И тогда ты можешь потом дальше помочь человеку. И так сначала переваришь свою судьбу в нём, означаешь, не паришься с ним уже. Тебе нормально с ним, спокойно. И он уже спокойно. Вот всё, я вижу, почти переварили. Ещё чуть-чуть, и он начнёт меняться. Но не так быстро, как вам хотелось бы. Потому что чем быстрее мужчина будет меняться, тем быстрее будет хотеться. Всё, ну, давай, да, давайте, давайте, да. Чё такое, девочки? Девочки, чё? Давайте это, ловите, девочки, апельсин. Давайте, ловите. Да не, вон, вот с микрофоном, ловите апельсин, давайте. Можно я такой вопрос? Нет, апельсин сначала. Ну, давай. Всё, ну, давай. Да, апельсин, апельсин, вопрос такой, мой малыш, что-то у тебя там. Так, он объелся грушей или что? Нет, он учитель нас, делающий человек. Я вижу, да. Он не читает себя в изменении, но его считают, что у него диагнозы ставили. Какой диагноз? Ну, как обычно, все талантливые люди играют. Да, бред, это всё, послушайте меня. Ну, не купол, послушайте. Спокойно. В таблетке мы будем. Спокойно, я сказал. Да. Молчать. Всё, успокоились? У него просто, вот есть пять психических цилиндров. На пятом психическом цилиндре, но у него есть определённый блок. Этот блок психический, он как бы, ну, им не воспринимается как что-то серьёзное, но он вызывает определённые изменения мышления иногда. Ну, то есть, это всё не так сложно и не так проблемно, как кажется. То есть, пугание эти, все пугавые, которые, как бы, вам врачи сделали, это всё неуместная вещь. Что нужно сделать? Четыре часа двадцать минут ходить, научиться раз в шесть дней и стоять возле таких деревьев, как липа и дуб. По часу раз в четыре дня. Через пять месяцев болезнь пройдёт полностью и можно отменять все лекарства. Но пока давать или не надо? Пока потемножку давать. И вот начать эту практику свершать. Я боюсь, что у него будет негатив, оно неглопо-бряд, он вообще, ну, потеряет все вещества. Если он будет делать вот то, что я сказал, сама практика это будет нейтрализовывать влияние плохой таблетки. Организм будет включаться в процесс очищения и вы сможете спокойно справиться с этой проблемой. По вашему опыту, такие болезни, они могут пройти вот через вот это, вы говорили, пять месяцев, да? Они могут, ну, негативное влияние уйти? Ну, по-моему, опыту не могут пройти, я просто... Ну, как-то... Не, не могут пройти, по-моему, он говорит, не, не, то есть у него всю жизнь все окружает. Хрест болезни там... По-моему, опыту нет. Я просто... Ну, назад ей дайте, микрофон назад. Если я вам сказал, что это пройдет через пять месяцев, почему вы меня переспрашиваете? Дорогая Баклена, он считает, что он на две ноги пожизни, ему не надо семья, ему надо просто жить одному. Он так считает, потому что он устал от личной жизни, ему тяжело сейчас с кем-то. Он еще не был в личной жизни, он еще пока что... Вдохновляете, значит, его работы, пускай начнет длительное движение, и у него все получится. Он за то, что лежит, вообще не выйдет. Помогаете, значит, приходите к нему в гости, берегите подручку и пошли вместе. Можно так. Нужно. Мои хорошие, знаете, чем я сейчас занимался? Почему я так жестко себя вел? Потому что я пробивал блок, сейчас психически пробивал блок, который у людей вызывают в мозгах те, кто их обрекает. Понимаете? Вот, допустим, врач сказал... А, вот, анекдот. Говорит, доктор. А, медсестра. А можно в реанимацию? Врач сказал, в морг. Значит, в морг. Примерно вот так. Понимаете? Ну, то есть, в мозгах просто били человеку, что это психическое заболевание, это все. Понимаете? И я говорю, длительное движение, неподвижное положение тела, через полгода, до свидания, просто ничего не останется от этой болезни. Олег Геннадьевич, а можно эту болезнь вылечить или нет? Если опять этот вопрос мне задают, значит, в мозгах блок. Вот блок этот создают люди, которые тебе утверждают, какое-то утверждение делают, и ты начинаешь в это утверждение верить. Понятно, да? Если у меня колено во время ходьбы заболело, я пришел к врачу и говорю, да тебе нельзя ходить. А что можно делать? Лежал. Где? В ящике. Олег Геннадьевич, можно спросить? А что, кто схватил микрофон? У меня просто микрофон оказался. Оказался, да? Я понял. Вы схватили микрофон, значит, да? Да, замечательно. Спрашивают. Спасибо вам большое. Вы спасли мою семью, можно сказать. Я слышала ваши лекции и... Вопрос, вопрос. Да. Я хотела спросить, а если вот у меня страх, никогда уже не выздоровеет? У меня очень сильно страх оставить сразу маленьких детей. А какая болезнь? В том-то и дело, что за два года это никто не может поставить диагноз, но при этом очень тяжело. Ну давайте вы подойдете после лекции, вот я всем мандарины раздам, цветы, а потом яблоки, груши... Хорошо. Все раздам, а потом подойдете после лекции, будьте первыми. И мы поговорим по поводу вашей болезни. И я убежать.